Друзья, Far Cry это одна из моих любимых серий игр. Как по мне, так это вообще лучшее, что сделала Ubisoft за всю свою богатую историю. Far Cry Primal я ждал с особым нетерпением, все-таки такого сеттинга еще не было. И ждал я эту игру ли именно на персональном компьютере, так как в моем PlayStation завелась мышь, а Xbox нечаянно выкинула бабушка. Но вернемся к игре. На этот раз мы с тобой попадаем в каменный век. Здесь тебе ни пушек, ни гаджетов. И нам с тобой придется учиться развлекать себя древними способами. То копье кинем в хэт какому-нибудь оленю, то костерок разведем, ну и так далее по списку. Итак, мы с тобой попадаем в первобытное общество, но графика, механика геймплея и анимации персонажей это все наработки из прошлых частей Far Cry. И это на самом деле классно, так как эта серия игр славится шедевральной графикой и детализацией локаций, продуманной до мелочей. Праймал даже видно, как шевелится каждая травинка на ветру. А чего уж там говорить об изменяющихся погодных условиях и реалистичной смене дня и ночи. Сказать честно, атмосферу первобытности Ubisoft создали профессионально. Идешь так по лесу и оглядываешься, как бы не вляпаться в гигантские испражнения какого-нибудь мамонта. Ребята из Ubisoft все продумали, доисторические животные, наскальная живопись, быт первобытного человека. Все это увлекает и затягивает. На этот раз перед нами предстает симулятор охотника. И у тебя соответственно есть на выбор луки, дубины и прочие средства жестокого обращения с животными. Ну и людьми конечно. Добычу ты выслеживаешь при помощи специального зрения, а не добитое животное по следам крови. Также отчасти Far Cry это симулятор дрессировщика, а послушных животных к середине игры становится столько, что если собрать их всех вместе, то можно смело открывать цирк не хуже какого-нибудь запашного. Разумеется, мир Far Cry, как и во всех предыдущих частях, живет своей жизнью. И все здесь крутится не вокруг тебя, а скорее ты являешься гостем в этом мире. Ты можешь идти по своим делам и видеть, как хищник нападает на травоядного. И здесь ты можешь защитить травоядное или встать на сторону хищника. А можешь вообще всех перетыкать своим копьем и заполучить за это много шкурок. Здесь уж сам выбирай друзья или материалы. В любой момент могут появиться блуждающие по миру каннибалы, которые захотят насадить твою голову на кол. И у тебя есть реальная возможность почувствовать себя потенциальным обедом. Взаимодействие с окружающим миром проявляется почти во всем. Даже стукнув горящим факелом по земле, ты будешь наблюдать, как трава вокруг начинает полыхать. Оружия в игре много. Здесь тебе и различные дубинки, и копья, и проща, и метательные ножи, и ловушки, и несколько видов луков. Некоторое оружие вообще можно даже поджигать, что будет наносить дополнительный урон врагу. Оружие вообще можно метать. Ну или не метать. Все в твоих руках в прямом смысле этого слова. Различных примочек в игре туча. И если у тебя было желание почувствовать себя Гарри Поттером, то в Far Cry ты сможешь заполучить в свое личное распоряжение сову. И при помощи нее ты уже будешь осматривать окрестности. Прирученные звери отлично помогают тебе при охоте на животных и при нападении на каннибалов. А когда гладишь их по голове, то это дает тебе особый бонус милоты. Ты наверное помнишь, что в четвертом Far Cry мы с тобой захватывали башни радиосвязи. Ну так в Праймал мы с тобой будем поджигать сигнальные костры. Эти костры дают нам место для безопасного пристанища и открывают доступ к тайникам. Ну и конечно же точку быстрого перемещения они создают. То есть ничего здесь не изменилось. Я считаю, что фишки взятые из привычного нам Far Cry это очень хорошо. Все же привычный геймплей это плюс. Не нужно заново изучать новую механику. И это я тебе еще не рассказал о дополнительном контенте. Стать мамонтенком, который ищет свою маму хотел в детстве наверное каждый. Ну кроме меня конечно. Ну так вот дружок, твоя мечта наконец-то исполнилась. Узнай каково это стать волосатым чудовищем с возможностью нанизать на свой бивень тушку врага. На этом все. Не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на ГУСТ-ТВ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok